Вот сегодня 1 мая, вот ко мне приехал Никита Андреевич Колесников, я долго ждал, он сейчас задержался, там тоже благовестовал где-то на вокзале, как я понял, кому-то, индийству, кришнаиту. Ну и тут надо побеседовать, какие вопросы, потеряю в коем уехать. Вот сейчас мы посмотрим, смотри вот, и ты говори, да или нет, важно, вот здесь вот, если сбоку смотреть, то смотри к этим воротам, туда ниже, и вода туда идет, нам ничего нельзя сделать, каждый год она, и мы с Володей убирали, как лопатой совковой черпали, и ведром, вон оттуда вода течет, и течет, и течет несколько дней. Твой труд нынче был здесь? Нынче нет. Нет, нынче нет, вот мы его ведрами Володя таскал, а я ему черпал, ну идем дальше. Вот это вот, для чего щиты стоят, это попутно осмотрим. Для чего они? Это известное дело. Правда, я ни разу не участвовал даже в этом, это для горки. Нет, не для горки, для горки стали использовать. Это большая машина, долгуша называется, ее ставим, тогда мы привозили оттуда очень много картофеля, там всего, и всю деревню я забирал и вез сюда. А потом, когда уже не стали, машины-то, с двух сторон делает горку. Ты не участвовал в сбитии этого, до тебя она была, так? Вот это вот мы пришли, шлаколитой, как они гаражи хотели делать-то, но так как мне это передали, как сказать, возмещение, ущерба, который мне власть нанесла, суд вырешил. Там, в общей сложности у меня они должны были 11 миллиардов. Вырешили меньше, ну и меньше тоже нет, а ответчик городская администрация. И вот у них, видите, какая дальше, вот это вот у них, видимо, сюда скат должен был быть. Ну, там стена-то метра три высота, не меньше, вот так идет. И вон там заканчивается, вон она, где. А потом мы уже здесь все это пристроили. Вот, у дровах этих, которые привезли мне, ты имеешь участие, летом колол у него, да? Да. Да. Вот, сарай-то не строил ты, в хозяйстве, если человек живет, они нужны. Шиппер ты не принимал, крышу не крыл, а это надо. Вот я приехал, когда сюда, власть передала, мэр города приехал и прочее. Туалет стоял на этом месте, но там ничего не было. Мы его спихнули, и яма большая, и там ее деревом обложили, досками, ну, все закрепили. Значит, в этом тоже не участие, но это нужно, это важнее, важного где-то. Вот они здесь что сделали? Тут были воины афганские, которые в Афганистане были, им отдали вот этот вот домик. Вот они везде все сделали, провели там печное отопление, как сказать, по трубам, чтобы шло водяное отопление. Вот это большая очень стоит елка, береза. Вот это наши качели, наши сделали. Я не участник, вот они асфальтом хоть как-то, но прикрыли, не грязь. Моего тут ничего нет, но это надо. Это двор, это город. Тут много машин у нас заходит, 12 машин свободно становятся. А если они поплотняют, то тут все 15 выйдут. Если приезжают в гости надо, ну, не такого размера, конечно, надо. Вот у соседа там он, по его причине, говорит, там пожар был уже сколько, лет, наверное, около восьми. Так ничего нету, все, в бане живет. Ну, а в бане жить это нет. Вот сейчас смотри, по порядку идем. Позвонили мне Надя, она Дмуха, а в девищести она Савинцева. Я в прошлый раз в воскресенье сказал, у меня смотри, сколько земли пустой. Ну, тут я это спилил, они такие плохие были, вишни. А там вон хорошая была, попала под руку, около этой, я покажу пеньки. Она, я сказал, надо что-то посадить. И она купила две яблоньки. И вчера мне говорит, надо выкопать ямки 50-50 на 50. Я к чему говорю? Свою территорию. Посадить надо? Надо. Это долгосрочная программа. Старика спрашивает, у нас сказка есть. А он садит. Да к тебе не придется, даже плоды есть, внуки. То есть, вот это долгосрочная, зимой не надо ничем заниматься. Вот она, ограда пошатнулась. Вот видишь, с изоляторами, я ее выкопал, копал помаленьку. Она оттаивала земля, копал, копал и, наконец, выкопал там, сколько надо. Затрамбовал, это отнимает время. Но надо это, забор? Надо. У тебя там кое-что уже сделано. По порядку вот идем. Вчера я подошел, здесь, вот видишь, как выкопал. Ну, палочку взял, замерил и вот везде, вот она у меня, 50 сантиметров, везде вдоль, поперек и в ямку. И вот она должна сегодня привезти. Теперь, вот это вот песочница. Но раз здесь не едет, и дети, ну, тут закрывает от кошек. Листья надо, запасной шипер надо. Качели тут Виктор Андреевич сделал, не буду говорить. Вот без сосны можно обойтись, без елки, но все же это лучше. Вот посмотри, как я там придумал. Держи-ка. Теперь смотри, так аккуратненько. Видишь, в цифры бежали. Я тебя вот здесь вот сегодня целый час или больше ждал. Ну, и какая она, какая она разлаписная. И вот ведро. А ведро, что она лопнутое? Вот оно видно. Я сюда принес ведро поставил. Мешок я в него кладу. Здесь очень хороший, как будто я в лесу нахожусь. Вот, я поднял, чтобы она ровно шла. И все. Я могу вот так вот облокотиться, подремать, посидеть. Ну, красиво. Вот издалека подойди, покажи, как. Как она, лапник это называется. Строили вот эти вот ветеринарные компании. А у них там, видимо, глубоко было и песок. Песка нет. Видишь, сколько песка навозили в ванной. Это куча песка вокруг. Мы его берем, им пользуемся. Надо это. Ну, как не надо. Если дом думаешь, там надо печку ремонтировать. Это я показываю только внешне. Внутри еще не беру. Снаружи. Вот этот стол. Тут идут занятия. Приходят. И сидят иногда дети играют. А иногда у нас во время воскресного дня тут электричество проводят, сидят. И тут идут занятия. Даже оттуда смотрят. Надо? Получается, надо. То есть, приготовься. Ты должен думать не только что себе. Теперь этот забор. Надо подремонтировать. Опять все. Теперь, гляди, маленькая яблоня. Теперь, дальше что идет? Какой это там, знаешь? Миндаль вроде. Миндаль. Миндаль это символ бессмертия. Засветет миндаль, когда тело воскреснет. И вот тут свои накопали, там потерявку увезли. По порядку. Смотри. Вот как она идет. Теперь этот забор маленько повалился. Видишь как? Проволока. Он отсюда даже видать. В прошлом году, осенью, мы подремонтировали с Володей. Щели тут большие забили. Надо? Надо. То есть, смотри, сколько надо. Надо гвозди, надо то. Теперь проходим ворота. Это они сделали, афганцы. Вот оно как, вкопано. Ну, серьезно. Им обидно было уходить. Но тут мэр города был Баварин, Владимир Николаевич. Он приехал и говорит, это государственная необходимость. Государственная. А почему? Суд был. И вы решили мне отдать вот это место. 13 соток. И начали мы все это делать, переоборудовать. Посмотрите, тут цветы. Определенно. Почтовый ящик. Да, маленький. Но это тоже нужно. Теперь, посмотрите, как вот мы. Раз это у нас церковь, какие надписи. Вот как должен быть церковь. Вот здесь вот, чтобы на боках нигде не было утолщения. А вот именно такое. И увидим, какое оно. Это надо. Я не говорю, там внутри сколько переделано. И пещи, и перегородки. Надо? Надо. Ну, кто-то должен это делать. Посмотри на березы. Там кое-что и скворечник. У меня в скворечниках было 123. Потеряевки. Вообрази. А надо? Ну, можно сказать, не надо. А все-таки интересно. Когда едут люди, они около нас останавливались и слушали. Шоферы вылезут и стоят. Птичий базар. На коротком маленьком вот таком участке 123 скворечника. Там просто вал стоял. Теперь смотри. По порядку. Вот это мы уже сделали. Обыкновенное даже зеркальце. Заходят, раз, посмотрелись. Теперь вот это вот сделали на крайний случай неприкосновенный уголь. Бывает, уголь кончается. Ну, совсем не успели. Там где-то непогода. А у нас все время лежит уголь. Ну, тут больше было уголь. И даже сейчас еще не берем. А бывает, кто-то приедет летом, никого нет. Раз, туда сунули. Это все надо приложить руки. Работать. Теперь. Вот это наша ванна. Ее не было. Кто-то принес. Привезли. Боялись ее утащат. Теперь. Вот это дом. Он вот такими досками был. Тут, я не знаю, из бревен сделанный. И вот что сделали. Обили его картоном. В несколько слоев. И этот дом, и тот. А потом досками зашили. Андрей Дроб, этот глухонемой, которого Настя болеет. Вот это наличники сделал. Это он вырезан из дерева. Вот такие. Вот и какой мастер. Вот она как. Вот он. Все окна. На той стороне. А Игорь распенил ее. Вот вообще, я представить не могу, сколько у него ушло. Пена. Вот. Они делали, что сюда стекает что-то. Сейчас ничего не стекает. Мы не стали делать. По-другому переделали. Теперь. Это вот два больших куста калины. Не знаю, кто садил. Наши или... Похоже, наши уже. Это у нас виноград. Теперь давай говорить уже конкретно. В деревне жить виноград помешает? Нет. Не помешает. Зимой ничего не надо. Осенью запечатал. До весны. Раньше как были в деревне, люди живут. А на зиму едут в город куда-то. Это Лев Толстой описывает, Чехов. Они на заработки едут. Но в деревне-то кто-то остается. Обязательно женщина, дети. Со скотиной ходить. А тут дальше у меня что, малина. Вон, видишь, как обработали. Ну, у нас тут, видишь, я не один. Раз, община, так поэтому так. Тут Валера приезжал, приходил. Там он выпил, который я. Вишня хорошая была, но я ее убрал. Она мне мешает. Не на месте. Вот это виноград. Выкопать. Там внутри дальше дренаж у ней сделанный из камней. Ну, маленько что-то собирают. Тут есть кому смотреть. Но это ты можешь один сделать. Притом я покажу, сколько места потеряю. Если ты сейчас заранее заказать эти черенки и посадить, а потом весной делать, у тебя виноград будет не в чашке, а ведрами кому-то дать. Вот это вот калина. Вот уж не такое уже большое. Это большая яблоня. Нужно? Ну, не нужно только голуби. Но они мне нужны. Да и кроме этого от голубей тоже что-то есть. Вот это вот лук. Но ходят кошки эти, коты, и они могут мощиться. Пришлось вот эту жесть где-то. Гляжу, там перекрывает крышу. Прямо где-то там какой-то. Чуть ли не на Ленинском. Или Красноармейский проспект. Да. Я подошел, поговорил, они бросили. Да, она никому нужна. Мы взяли тележку. Сейчас не знаю где. И вот видно, что она рваная какая-то. Вокруг обгородил. Ни одна кошка сюда не попала за 10 лет. Вот сейчас она уже, зелень пошла. Нужна зелень? Тебе нужно и другому нужно. Хочу тебе оставить пример. Потеряй, если будешь. Главное у нас там, это агроном Лапкина Людмила Ивановна. Батюшкина жена, матушка Людмила. С ней дело иметь надо. Она и пщеловод, она все знает. Но нигде не бери взаймы у нее деньги. Ни грамма, нигде. Если она что-то дает, она щедрая очень по временам. И вдруг все дает. Ты скажешь, вы что, даете мне бесплатно? Бесплатно. Чтобы вы меня этим не бойте упрекать? Нет. Назад требовать не бойте? Нет. Ну и, Господи, помоги. Ты перекрестись, она может перекрестись. А ее не заставлял сам. Если не так, то потому что я всем нахожу деловых. Вот таких сделок с ней не иметь. Всегда получится неприятность какая-то. То есть обойти только с одной. Примеры. Что садить как? Это там есть то, Лена. У нее огород. Еще раз, пойди посмотри. Соломы привезти сколько? Это только весеннее. Сейчас с Игорем договориться. Отношение у нас с ним хорошее у всех. И Лена. У нее там грядки растет. Они осенью как-то помидоры отдала. Не собраны. Мы сами собрали. Так это я не знаю. Там может быть ветер 6. Если не больше. Вот как. А от земли-то там, как говорит Гришка Мелеха в тихом доме, а от земли заглонись, говорит ее. Воевать незачем. Вот тут у меня была сирень, я лишнее убрал. Вот видишь, какую трубу вывели там. Поставили дополнительную печку. В доме это все нужно. В один день ты не научишься. Вот здание, видать, красное. Вот эта ветеринарная компания. Новая они дом купили, а тут настроили. А тут суд. Краевой, где меня осудили. Осудили. Приговор был. И меня повезли по этапу. А теперь тут музей истории, искусства, кажется, и литературы. Попутно. Вот крышу перекрыть. Я за это дело не берусь. Сделал это племянник. Роман приехал с товарищем с Новосибирска. Но это я не платил, потому что тут молятся. Надо в своем доме, надо. К всему надо приглядываться. Батюшка кончал какое-то училище. Одно дело камещик, а другое дело кровельщик. Вот что. Там есть кому обратиться. Надо же научиться работать с жестью. А для этого надо работать просто. Вот стройка какая, видно краны. Глянь-ка туда. У каждого дома там по четыре крана. Вот этот дом. И этот я не строил. Это в счет погашения, когда я выиграл суд. И тогда собрались там и мэр города, все. Ну вот решили мне это 13 сотых и два дома. Я думал хотя бы квадратов 50 было. А дали 226. Это вообще чудо божье. И вот это вот мы точно так же картоном обтянули. Потом деревом забили. Тут промазали львиной олифой. А Игорь пришел и сделал. Это человек, который имеет что-то. Дом какой-то даже. Надо это уметь делать. Игорь пришел, меня не спрашивал. Я не платил за это. Дебунов. То ли ему деньги дали, то ли он за свой счет. Он очень добрый. Вот смотри, как это все было сделано. Это наружнее. Но это лестница и прочее. Это я голубям тут лажу, чтобы она не рухнула. Потому что мы маленько только прошли в городе. Я к тому говорю, что можно, то нужно. Нужно все это делать, уметь, беречь, экономить. И если зимой один там человек, а что там делать один-то? Если один, значит, нужно скотину иметь много. Вот Люба там живет, Минаева, Львовь Ивановна. Или Александровна она. Так вот она одна была здесь. У ней, кажется, одна или две коровы было. Несколько овечек, свиней, индюков. Ни у кого столько не было, как у ней. И шесть пород куриц. Она говорит, даже больше. Куриц она любит. Разные там такие, как говорят, взрывные макаронные фабрики. У нее даже не перо, а какие-то кучерявые такие курицы. У нее всегда все есть. С чем? Что ей можно купить? Гусят. С ней к ней подойти сейчас, прям сразу же. Гусят, а к осени это гусь. Гусь это не курица. Я не знаю, сколько, но, видно, килограмм это четыре мяса в нем есть. Большая птица. Ей уток, это много надо. А это немного зерна им надо. Вечером дал там сколько, чтобы они домой шли. И все. Телят она сейчас берет, покупает маленьких, выращивает. Там Володя живет, который, тот со свиньями. Но там надо быть. Если бы кто-то был двое-трое, тогда можно сейчас... Молодые ребята. Женщина одна была, и она не боялась. И кто-то помогал, она кому-то помогала. У нее всегда было все. И сено, и комбикорм. Я хочу здесь показать пространство такое. Мы сейчас зайдем, когда в комнату. Я расскажу. У меня там была комната здесь барачного типа. Вторая строительная, 62-16. Ну там ничего нет. 16,8 квадратных метра по стенам. Сюда входит кухня. Сюда входит туалет. Сюда входит баня. Сюда мастерская входит. Гостиная, спальня. 12,8 квадратных метров. 12,8 квадратных метров. И там же и съемки двух фильмов. На весь мир прославилась вот такая дыра буквально. Как желание есть. У меня никогда своей квартиры-то не было. А то у нас первая была квартира дали. Все время я по квартирам. Почему? Приходилось переезжать. В Корчино учиться. В 10 лет у меня 4 класса было в деревне. Ну, значит, на квартире. И везде на квартире, когда живешь, как написано в Библии, ты будешь лишний. Пришел кто-то обратно и говоришь, освободи место. Если у тебя уже есть что-то, вот это что-то, хотя бы туалет один стоял, это уже что-то. А если уже там фундамент заложен, да, там ремонтировать намного легче. Ремонтируют, когда все заложено-то. Было куда прибивать. Если еще может печь идти, а утеплить, там холодно, если сегодня все можно сделать. Это Женя, там, Диакон. Как он вот сейчас утепляет все это. И как он обшил, смотри. Я даже не знаю, как и называть это все. Ну, по евроремонту делает. Он дом свой деревянный, сделал тепло. У Игоря, но у Игоря по-другому. Вон там и сухого камыша, плел маты эти и все. А если уже есть, то это можно сверху на... Вон, смотри, перекрыли крышу и какие выходные эти дымы вентиляционные. Рядом дом двухэтажный. Покрасили, какие окна вставили. Окна-то были не такие. А у нас окна вот такие вот, старинные еще как. Видишь, какие они вон, шипочками большие. А сейчас все это любят люди так делать красиво. Вот здесь маленечко вернись-ка назад. Не мне это, что люди делали. Вот соседи живут. Вот это вот окно. Видишь, какое право? И они... А оно по размеру. Его уже делать не надо. А меньше. И они там выпиливали. Долго что-то делали, но сделали. Ну, человеку нравится. А внизу это обычные, наверное, какие везде делают. Далеко там он. Видно, дом какой старинный из кирпича. А этот уже тоже из кирпича. Но еще и сверху обтянутый этими. Как плитками. Если уже дом есть, есть где кровать поставить, это уже не на улице. Надо следить, чтобы ветер крышу не раскрыл. Где бы ты ни был, это от непогоды укрыться. Ты сейчас написал, что мы прочитаем. Это сарай мы пристроили. У нас тут... Вот этот сарай один только был. Это все мы пристроили. У нас сейчас пять складов. У нас тут детский лагерь. 45 лет было снабжать. Надо было продукты. Ну, то есть все здесь есть. Деревня приезжает, еще покупает. Сразу склады и оставляет. Оставляет. Держи-ка. Вот так. Заходи. Уходи отсюда. Так. Сейчас я зажгу свет. Так, не выключай только. Ты знаешь, как на треножку? Да. Давай, прилепляй ее. Только у меня разбудться надо. Давай. Желательно двумя руками. Да, ничего, ничего. Так, Паля, не балуйся, иди. Это мы сейчас прикрутим ее. Вот так. Вот это у нас тут уже есть. Мы сейчас здесь. А ну-ка, потихонечку шагни. Тут у меня не очень такой свет. Но все равно. Что-то видать будет. Присаживайся. Вот сюда сядь, чтобы я тебя сейчас наведу. Куда? Или ты наведи на меня, чтобы ты рядом будешь сидеть, чтобы видно было. Вот сюда вот. Попробуй, как. Получится? Или назад туда надо отнести треножник? Да, хорошо. Тебя видно будет? Да. Все, садись. Так, сегодня в моем мире, в моем мире, ты мне написал. Давай, считай. Так, Игнатий Тихонович, когда в ближайшее время я смогу с вами обговорить тему о моем решении самостоятельно проживать в Потеряевке, в рабочий урожайный сезон. Так, все. Когда? Я тебе сразу, ты знаешь, у меня никак не откладывается. Я сразу же все дела свернул, наверное. Но остается только одно, чтобы молиться. Сразу переключился. То есть я уже все время, пока тебя нет, я стучался в обороты небесной отчизны, как говорят. Дальше. Так, не в качестве члена лагеря, ну или как правильно называть-то его? Да. А самостоятельную единицу для организации собственного небольшого хозяйства, не отказываясь от общественных работ для деревни. Ну, написал здорово, конечно. Или ты хитрюга уже такой, или ты устав хорошо знаешь, или проникся, ты уже другой, чем приехал. Это в уставе написано, от общественных работ. А какие? Ну, в первую очередь, непогода. Сорвало что-то. Я уж не говорю о пожаре. Бог миловал. Вот мы делали пруды где-то, что-то. Ну, основная работа там моя. Никто, лагерные были. Но деревенские тоже. Там мы бетоны делали, Игорь. На тракторенке приезжал, бетон крутили. Никак, по-другому нельзя. Мы или у Игоря там зерносклад и сорвало ворота. Ну, как не помочь ему? То я раскрыла крышу. Тут понятно, ты написал. Значит, это все приемлемо. Очень хорошее вступление. Дальше. Вопрос. Где я смогу проживать? Так, вопрос. Вопрос, где дома приживать должен ты? Отдельной комнате тебе много не надо. То, что у нас там сделано для гостей, так остается. Тебе это не помешает никак. Ты никакого отношения к гостям не имеешь. Вообще никакого. Ну, конечно, если ребятишке не так, где-то что-то приструнил. В одной комнате находитесь. Совсем, как говорится, закрыли глаза, а то у нас не получится. Там кто-то взрослый будет и прочее. Мы еще объявления не давали. Объявления сейчас по лагерю нету. В лагере-то. Ну, я сказал, чтобы подумали. Что кто хочет отдохнуть в таком-то месте и поработать с детьми, то вот такие-такие дальше уже на нас вывести по телефону. Вот где? Дома. А теперь сразу сейчас мы переключимся на дом, на твой. Давай дальше. Так, мне нужен совсем небольшой угол для элементарного сна, приема пищи. А, в 2015 году вы дали мне свободу строиться в деревне и жить. Подарили косу лопату. Так, ну, по порядку сейчас будем говорить. Угол один не бывает. Это разговор угол. Должно быть четыре угла. Где тебе там удобнее? Я думаю, ты как зайдешь сразу направо в комнате. Удобно. Нет, значит, жду я Михаила Кармаева. Второй этаж, когда отделает, там хоть сколько занимай. Ну, туда-сюда лазит зачем? Относительно еды. Я ничему это тебя не обязывает. Пока мы там живы, бесплатно даем тебе еду, чтобы ничего не покупал. Картошка у нас есть, крупы есть, мука есть, хлеб есть. Ты работал, лишний не будешь. Масло растительное, сахар, это все бесплатно. И варить тоже, чтобы ты не отрывался. Ты знаешь, у нас утром в семь часов или в восемь? В семь, по-моему. В семь. Ну, там видно будет, два часа и вечером в семь. Значит, за стол садишься и все на этом кончено. Ни посуду не мыть, ничего не надо. Но вместе молиться и вместе за стола. Вместе вылазим. Как? Не выпрыгивать, мы же быстро едим-то, деток. Ну, можешь раньше даже выйти где. Но на обед не опаздывать. Подходит такой вариант? Подходит. Подходит. У тебя время, чтобы полностью было для тебя. На постель время не трать. Выхлопал где-то, сверху накрыл положок, вон, как у меня. Все. Не надо там это каждый день по ниточке дать. Дальше. Но для постройки нет ни денег, ни желания. Неизвестно, как служится в будущем. Ну, так, строить-то не надо тебе, у тебя построено. Деньги, деньги надо зарабатывать, уметь зарабатывать. Так, что для этого требуется? Ты должен сейчас посмотреть, побеседовать. Кто у нас там строится? Алеша Устинов. Провести его по комнате, пройти с батюшкой. Что нужно здесь сделать? Дальше ты зимой не будешь, чтобы оно в зимнем состоянии было такое, что если кто-то приедет, остановиться даже может кто-то. А то ты уже сам решай дело. То есть у тебя советников хватит, конечно. Сегодня это батюшка главный. Дальше. Так, время моего бесплатного проживания в городе подходит к концу. Мне пора выезжать из Барнула в деревню. Ну, ты все прописал? Да. Так, постройки нет ни денег, ни желания в будущем. К тому же проживать круглую деревню я не собираюсь. Да, ты пропустил. Даже если бы хотел взять жену, этой возможности нет и не надо. Это очень сильное выражение, дай бог выдержать. И вот начало приобретения полагает, говорит, жена, Сирахов говорит. Ну, ты сегодня один. Поел, не поел, как-то птичка божья. А если у тебя будет, да еще здоровый, нездоровый, капризная, не капризная, ревнивая, неревнивая, как у Вячеслава Тихонова, то ничего у него с Мордюковой не получится. Разные характеры. У верующих не разные характеры, потому что строгая программа. Муж глава, жена подчинение. И не муж, для жены, но жена для мужа была сотворена. Павел так говорит. Так что здесь на 10 раз надо обдумать, чтобы потом, говорит, на кулак не мотать кое-что соленое. Ну и дальше ты скинул, где мы там об этом говорим. Я поглядел. Я тебе отвечаю. Так, Игнатий Лапкин. Сегодня тут должен быть Игорь Барабаш и Василия привезти. Вот Игорь может тебя забрать. Подходи сюда и обговорим все. Что ты пришел, сейчас обговарю. Откуда ты сейчас находишь, забери все. Как бы навсегда оттуда уходишь. Не замедлили нисколько. И сегодняшнее. Все, на сегодняшнее число. Так, ты ответил, принято. Я мигом стал треножник устанавливать. Пошел во двору. Как вот сейчас прошли, я осмотрел, где показать. Твоего труда в этом нету? Нету. А теперь надо будет делать. Надо. Теперь что? Надо теперь. Я тебе по большой программе скажу. А ты отдельно потом запишешь. Я ушел там, сейчас, другой толкусь. И вдруг прихожу, ты пишешь. Так, я звонил Вове. Он направил Василия сегодня ночью на поезде в город. Барабаш собирается в город в четверг. Вот так. Я этого не знал. Ну что, ладно. Ты дядя Вова, мы с тобой. Видел ты снопение-то? Да. Вот. Дядя Вова, и ты будешь разговаривать. Я пишу тебе. Так, Игла. Я только что вошел со двора домой, увидел твое сообщение. Тут внезапно было свидетельство прямо во дворе. Вот Татьяна привела. Она из «Новая жизнь». Женщина, у нее двое ребятишек. Я говорю, «Новая жизнь» – это газета рядом в Павловский район, называется так. Вы же не церковь. Она ничего не знает. Глаза такие усталые или потухшие. Оказалось, знает нисколько, не больше наших старушек. Ничего не знает. Написано где, не написано, они не могут даже подтвердить. Может, она с ребятишками уже замучилась. Какой-то приехал там из заключения, взял, теперь и наставил. А там они все так за заключенного. А он, боевой парень. А он что, пожил, обобрал, нужны тебе... Так. Ну, а ты больше мне ничего не написал. Теперь давай говорить. Ты приехал. Вот сегодня ты едешь поездом. Денеги-то на Дову есть? Есть. Есть. Тебя встречать надо? Я позвонил брату в деревню. Спросил, как-то можно пройти в обычный ботинок. Он говорит, да, там вполне сухо. Ты с кем дойдешь. Ну, значит, вопрос прихода. Теперь ты приходишь и ночуешь у него. Не пойдешь ты ночью там где-то шариться-то? Да нет, конечно. У него-то тепло. Ночуешь? Где он там живет? А я думал, он на скворечнике живет. Ну, и ты ночуешь. Ночь-то впереди, а утром ты уже определишься. И желательно, чтобы с Вовой пошел посмотреть. Потому что на четыре глаза лучше увидеть-то. Теперь по дому. По дому пока что делать? Отложить. Сейчас день, говорит, год кормит. Ты... Первое, что нужно сделать, если уже там убрали вокруг сухую траву, что нужно посадить? Для этого тебе матушка Серафима Гавриловна, Елена Анатольевна, Ирина рядом у Стинова живет, ну, Люба, там все хозяйственные. Вот, Павел... Там что от Павла останется? Там маленько загородить, чтобы яблони там никто не трогал. Теперь, как только время у тебя освободится, то, что мы у тебя, где пчельник, там остались одни пни, пни эти надо убрать. Ну, как убирать-то? Можно освобождать корни, перерубать их топором и со всех сторон. А когда уже тянуть, то она раскачает, что. Ну, кто-то подойдет, чтобы натянуть. Тут можно звать. Большое дерево свалить. В деревне у нас не так, что водить как... Нет, все равно. Крышу крыть, тут сразу налетают. Фундамент заливать. Тебе этого ничего не надо делать. Значит, вокруг дома, чтобы у тебя этой заросли не было, как это было. Сухую траву найти, которую мы сделали, кубы большие сухой травы. Поднимать трава, там гнезда эти сделай для арбузов. Чем они хороши? Туда курицы не залетают. Очень удобно. Сам посмотри, сколько и как ты можешь сделать. Сам. Я тебе только подсказываю. Но ты можешь держать образцово. Хорошие цветы. Посмотри, у кого есть... Посадить. Где загородили мы. Отмостку мы там сделали. Вокруг отмостки загородили. Ты же сам видел, сколько с деревьями. Во дворе, главное, прорубились. И вот, смотри, это что там есть. Расчисти вход отсюда в пщельник, чтобы у тебя был. Пщелами я не знаю. Потому что, если зимой там не будешь, они пропадут. Поэтому, я думаю, пщелы... Было бы неплохо, если бы матушка тебя приняла в компаньоны. Ты ей помогал, а пщелами она занималась и довесты сохранила. Но какая-то сказала, вот это твоя колодка. Твоя. Поэтому все, что ты с нее нарежешь, что ты накачаешь, это твое. Мое предложение такое, чтобы ты не заглядывал на нее. Если у тебя будет 2-3, кроме того, мы потеряем здесь, в детском лагере, и в лесу ставили колодки, Павел помогал нам. И мы туда, в Богородской травке, и эти... соты ставили рамки, и попадали туда рои. Рои летят, с Улевки даже. И мы несколько райок. Ну, и рои отдавали мы, обменивали нам-то куда, ребятишкам. Ты тоже это для памяти держи. Пустые колодки где-то должны стоять. Вот что загорожено было, вот это место тоже надо как-то потом загородить, чтобы скотина не заходила. У тебя времени свободного не будет. Мой совет, днем к компьютеру не подходить. Совсем. Только крайняя-крайняя нужда, когда... Или такое, что не выйдешь. Работу, которую можно делать внутри, оставляй на дождь. Как только дождь, ты нырнул, и теперь все там делаешь, внутри там сарай где-то. Ничего не ломать. Если лучше, пока ничего нет. Сохрани в том, что есть. Дальше будет видно. Вот. Это вокруг сарая. Тут уже мы тебя выбрали, где ураган был привязанный. Вот. Тут сколько мы трудились с карапивой, вырезали его. И нынче там уже легче. Но там, вот эта, которая она колышется, туда Игорь отказался заезжать барабаш. Это опасно. Но брать оттуда ты можешь. В ванну наложил, на коляске или чем, где тебе надо удобрять. Вот отсюда. Оно там перегной. Там где-то крапива, крапива где росла. Да, да, да. Ну вот, как выходишь, и к Володе идти, а мы с этой стороны слева-то. И где заканчивается день их. А там видно под ногами, она как так спиной. То есть ты этим можешь сильно помочь сам себе. С любой поговори насчет цыплят. Если только думаешь. Вот. Чтобы к осени закончить каждый раз с нуля. Мы что можем? Вот, допустим, что-то у тебя есть, выросло, к осени заколол, уехалось. Я к тому, что если ты не остаешься там. Ну дальше, рыба. Участие в рыбе. Ну ты ее не можешь выловить. Если не поймал, значит нет. Но в этом надо поучаствовать. Хоть на двух карасей, но где-то что-то когда-нибудь запускать. Там же покупают. Воскресный день есть куда отдохнуть, удочку. С этим не пренебрегай. Пошел, там есть куда купаться. Прыгать нигде не надо. Там, где теперь этот пирс подняли мы и пирс ушел под воду. Дамбу там и подняли. И там были столбы, на которых стояли. Их не видно. И прыгнуть, это значит удариться головой. Это трагедия. Нигде не прыгать. Потихоньку спустился, тогда плыви. А на ходу, если ты плывешь, ну грудью затолкнулся об столб. Ну грудь. Ну ты же не такая скорость. Не торпеда же идешь. Это я заранее тебе хотел сказать, чтобы ты думал. очень хорошо. По прудам все, тебе уже не до этого будет. Это если только крайний случай какой-то где-то прорвало и необходимо будет. Значит, вокруг дома огород и где у тебя было что посадить и посади картошки. Картошки есть. Картошки небольшие. Их сейчас высыпи сразу, чтобы где-то на солнце были. На ночь можно чем-то травой или чем закинь. А потом пополам небольшие. Чтобы маленько даже позеленело, говорят, и ростки у нее были. А огород у тебя дальше, где там хрен-то этот есть. От хрена не избавиться. Его просто надо копать, вырывать, выбрасывать. Много там делов-то где-то. Вот. По картошке у тебя есть. Посади свеклу, лук, что хочешь. У тебя хозяйство. Ты совершенно автономно живешь. Но не пренебрегай других. Там нужно тебе качать воду. А там два колодца и за него пить нельзя. Они заброшены. Воду брать у Володи. У него прочистили. Там все надо. А из колодцев своих можешь качать. Можно их углублять. Они сделаны из этих кольца бетонные. Павел делал. Все осмотреть, чтобы нигде провалов не было. Какие-то щиты сделать, чтобы никто туда не упал. Яма открытая и упадет туда человек. Это смертельная опасность для человека и для тебя по Ветхому Завету. Это понятно, что я говорю? Да. С соседями дружи. Покупай, говорит, не дома, покупай соседей. У тебя с одной стороны Володя, а вы одинаковое положение ваше. А с той стороны у тебя дорога, а дальше только Алексей новопоселениц. Алексей, он мягкий характер тебе скажу. Можешь говорить где-то что-то ему иной раз помочь позвать его, прибежит, ваше дело там решаете. Что развести? Поговори снова с батюшкой, ты можешь купить себе индюков, куриц, уток и гусей. Мой совет, конечно, курицы и гуси. Люба, в прошлом году у меня 17 гусей в осени, ты видал, какие они? Трава такие. Да, они с утра, с утра раньше они, а рядом конотопка, называется мурава или спарыш, трава такая, три названия. Они где-то стригут и стригут и стригут. А когда они больше, можно тогда выводить на костровый пруд. Здесь нельзя, они выходят и к Игорю на склад лезут. А где купаются, туда тоже не поведешь. Туда дальше там леса. Самые близкие это к коструе, вечером их принимать домой. Это если будет. Я больше не могу ничего тебе предложить. Так, твои какие реплики или что там, возражения, вопросы? Да, я услышал все, что хотел услышать, честно говоря. То, что я думал, вы почти все это и сказали. Насчет там усей там. Никому не должен деньгами? Нет, ничего. Чтобы не был нигде, нигде не бери под проценты. Никогда, никогда жуй траву, как наобходоносор. Но не бери. Некоторые платят уже три стоимости. Совсем у тебя не будет денег. Ко мне приди. Деньгами не помогут, значит, что-то советом дам. Но чтобы ты в плену никогда не был. Так, у меня один вопрос остался с тобой нерешенный. Вот, меня и не касается. Когда у тебя все заладится, летом, ты можешь маму пригласить? Желание есть? Я уже, ну, я говорил об этом маме своей, чтобы она, она ведь, я приехала бы, но там вот я мать там своего там мужа, жена, и так, что я не могу. Скажи, мама, помочь надо в огороде. Само сейчас. А ночевать есть где у нас женская половина, мы ее сразу примем. Да, я так, обязательно еще напомни. Скажи, весной я нуждаюсь, как мужчина. Мне просто необходимо сажать то, другое, ты там можешь и арбузы, и дыни у нас, что растет-то все. И сегодня, нынче, если можно было, где-то заложить виноград. Где, я не знаю. Это с матушкой надо советоваться. Кукурузу насади больше. Кукурузы, там где-то есть. Тыквенные семечки есть. Ну, везде все понатыкай, а потом только траву. Компьютер много будет соблазнять. Днем не прикасаться лучше. У меня есть, кто работает, я и то стараюсь лишний раз не подходить к нему. Так, кошки у тебя нету. У Алеши как-то взять можно кошку. У тебя там мыши обязательно будут бегать и как-то ее приучить. Но она будет уходить. Надо своего вырастить. Но ты не можешь. Вот у нас три кошки, они на три дома у нас распределены. Но Виктор Николаевич то уехал, а этот кот-то его остался, наверное. О! Ну, этот мурлык. Здорово. Серый. Он местный. Это Надежда Васильевна прикормила. Котенка нам забросили сюда. Она его кормила, а потом увезли. Вот такие подкидыши, они бывают почему-то талантливые. То ли они не избалованные, и даже дети такие. Вот из богатой семьи бывает человек как-то ищет лучшего. А из бедных мы никогда лучше не искали. Вам что надо? Как Несой, мне вспоминается, Ефрем Сирин готовит начало обед себе во дворе, а там одна в окно. Может, тебе что-то не хватает? Он говорит, не хватает кирпича и песку, чтобы замазать тебя там. Вот так. С цементом. Ну, то, что ты вначале сказал, все выполнило? Рассмотрели? Да, все. Ничего тут больше нету, да? Значит, ты никого не спрашиваешь, куда и что, ставишь 4,40, молишься, если хочешь к нашим, подходи, молись, и не забывай завтрак, тебе не надо о нем будет заботиться. я тебя освобождаю полностью от завтрака, от приготовления еды. Притом, за еду ничего не платить. Мы богатые. Если мне нынче опять помогут, приезжает вот Галина, вот она что-то выходит сейчас, Галина Брестки. Ну-ка, бабушка Анастасия пришла в себя. Благодарим Господа и всех молитвенников православных. Аллилуйя бесконечно. У нее мама жива еще, и у нее прободение прямой этой, тонкой кишки. И она нормально жила, так, говорит, она себя берегла. Из чего ради? А то, что всякие из магазина берем вот это, оно проедает где-то. Ты переходи на самую натуральную пищу. Ничего не бери. Особенно вот эти разные газировки, проще. Яд. У нас очень хорошее. Не надо даже эти просто воду в больших банках продают-то. А у вас соли. Она организм требует. Мне надо еще, я тут вырос, и батюшка, и я, и Валентина. Мы выросли здесь. Мы ни один, ни больной. Нет, нет, ничего. Так мы не одни, от них и дети сколько. Дети все здоровые рождаются. Но если больше у тебя ничего нет, значит, ты в свою комнату купи замочек, чтобы у тебя комната своя запиралась. Туда никто не заходил. Ты не пожалеешь об этом. Проверь все. Аккуратно, может, даже где-то сваришь в комнате и решетку. Ну, такую, чтобы из дома можно было вытащить. Найди прутья где-то, что-то у меня можешь взять. Пойти потом к Игорю. Даже этот, хорошо варит барабаш. Роман приезжает варить. Я не знаю еще, кто у нас тут. Павел варил-то. По-моему, Глушков Игорь все время еще там сверкает. Точно замеряйте, только чтобы как раз, как раз была она. И такие нарезы принес им, он сделает, и решетка тебе не поможет. Поэтому ты можешь кое-что там оставлять. Даже, ну, на зиму я имею в виду. Вот, что я тебе хотел сказать, как будто сказал все. С соседями, со всеми дружи. Про Володю я тебе даже не говорю, потому что вы жили вместе. А вот с Алексеем, я думаю, ничего не будет плохого. У него жена такая мягкая, и сам он такой улыбчивый все время. Где что. Ты строишься. Что-что? Не так. У тебя какие-то там, может, отходы маленькие, что-то есть? Спроси. Нет, значит, нету. Он живет зиму там, вот это у него хозяйство свое. Теперь, где хозяйство держать, если ты будешь гусей разыдать? Там появятся крысы. Как тебе их спасти? У любого. За одну ночь сколько, семь или сколько гусят? Задавил, задавил, и под пол затащила какая-то тварь. Я не знаю, поймал я ее или нет. По-моему, крысы. Бедная, как переживала она. Давил их и тащил, одну задает, опять гусенка. А потом прибежал кобель от этой хинчука, они его убили. И задавил там уже больших сколько. Ну, раз что-то есть, значит, и искушения какие-то будут. Так, насчет одежды у тебя хватает? Да, вполне. Если еще не хватает, у нас там, у Надежды Васильевны и прочее. Теперь, если что-то срочное, срочное-срочное там где-то шить, если она где-то есть, или вот приезжает она, Галина будет или нет. А остальное время, раз иголка продернула, все, тряпочки есть у Надежды Васильевны, не так можно купить с хорошей иголкой. Надо все обдумать. Какой инструмент нужно? Инструмент у Володи есть. Какие-то каменные дела делать. Кирпича у тебя нету, он тебе и не нужен сейчас. Над печами командовал я. Все пищи мы прочистили, 11 ветер, сажи вытащили, дым сейчас нормально идет. Тебе надо это сохранять. Посмотри, где труба, там нужно, может быть, забетонировать, как у Володи, чтобы вода не попадала, иначе отмакнет штукатуркой и из нее крыша. Крыша это очень важный момент. Вот что я тебе хотел сказать. Совет всегда держи. Службы не пропускай, занятий не пропускай. Занятия воскресенье и богослужения субботу вечером. В баню ходить к нам. У тебя там она вся завалена, мы не берем за баню, топить тебе не придется, мы все там сделаем сами. А если ты скажешь, а я хочу, ну тогда отдельно поговорим. Мы с Володей топили по переменку. В те годы я потопил баню сам, воды, таскал, дрова, все сам делал. Я люблю это делать. Ну как будто бы я за зиму не очень ослабел-то. Думаю, что-то делать. Так, у Алеши может случиться так, или у кого-то нужно привезти сено. Не косить, ничего готовое. Это означает, у тебя на столе будет молоко. Если в срочном деревне будут обращаться, ну некого-некого пропасти день. Если можешь, пропаси. В первую очередь платят, а во-вторых, молоко у тебя будет где-то. Но молоко, если ты принесешь на общий стол, мы не откажемся. Это я думаю, стараюсь не брать. Вот Володя купил тут сливок и два творога, я так и не прикоснулся, в рот не запачкал. Нету, нету, я беден, у меня ничего нету. Но это условно. То есть я такой, как говорится, экономный, как Надежда Васильевна говорит, экономист, или как уж понимай, но я никуда не истратил лишнее. Вопросы? Нет вопросов, Анна Тихонович. Нет вопросов. Так, сегодня ты уезжаешь. Сейчас время-то у нас сколько? Два часа? Два восемнадцать. Два восемнадцать. Время еще немного. Что тебе надо покупать? Дело в том, что я много вещей так я везу, мне даже что-то возьму. Я лучше там... Так ты оставь четверга. Игорь-то, поэт четверга. Ты сейчас только сам себя перенеси. И что посадить? Ну я уже сдал камеру хранения, то, что возьму с собой. это ты зря. Поверх этого, сверх этого. А домой идти? Если бы ты сюда привез, он приезжает, я ему загрузил бы. У меня-то все есть, на самом деле. Ну смотри. Да. Значит, хорошие через плечи всегда веревочки разные берешь, чтобы не передавили плечи. Да. Так. Вопросов нет? Нет вопросов на этих. Литература там есть у нас, посчитать, что. Библия у тебя есть. Зарядное устройство взял, шнуры все? Все, да, взял. Мы где-то еще снимаем, ты знаешь. Ничего у меня нет такого. Батюшка, когда будут покупать рыбу, напомни, скажи, ты не нацаю, на меня. Я просил во второй мостике в Рыжковске запустить. Там достаточно воды, чтобы они прозимовали. А нам это никак не помешает. Один пруд себе не надо, три пруда будет. А там посторонние будут. А вы ночью ездите, по посторонние люди, и в корченовой рыбке рыбачите. Почему не берете его внимание? А так нельзя рассуждать. Мы где-то бы и брали, они... Ягоды какие будут, ты можешь что-то... Вот надо тебе банки иметь еще. К Володе прицепись, чтобы у тебя было варенье на зиму. Так, на счет зимы, как у тебя, какие планы? Вообще пока никаких планов нет. Ну, я тебе дверь не закрываю, быть здесь, чтобы не было никаких у нас конфликтов, ни хамства, ничего. А здесь, значит, снег выбрасываете, а остальное я и не касаюсь. Заниматься ездию. Володи нет здесь, а то на том столе. Платить не надо. Еда бесплатная. Но не считаю, что вы купите. Так что, если лучше еще не найдешь, можешь к нашему шалашу милости прошу. Прости Христос. Хорошо, да? Да. Ты мне... Сейчас я задам тебе вопрос. Ты мне, может быть, я не дотумкал. Ты этого Кислякова, Спиридона-то, напечатал там сумасшедший офицер-то. О-о-о. Я его только что выставил. Ну, ты видел, везде считает, Никита Корызников. Да. Да. И вдруг сегодня мне Сергей Козлов утром давай сейчас мы посмотрим, какое он мне письмо прислал. А он зря не напишет. Вот смотри здесь. Вот он где. Вот. Вот смотри, что он написал. Так. Читай. Игнат Тихонович, просьба, насчитайте ради Христа сумасшедший офицер. Хочу сделать ролик, а он знает, какой сумасшедший офицер. Вы знаете. Вы об этом говорили уже? Да я выставил ролик. Ну. А он? Ну, раз начитали, почему он еще раз просит? Я не знаю. Я хочу это как раз в этом вопрос. Зачем он? Зачем что? А, теперь я понял. То есть, мой, видать, моя начитка не подходит. Он хочет выпустить? Не знаю. Я ничего не знаю. Но именно, он ни на чем не говорит. Там, ни где-то из сковороду считаешь Григория, ни где-то матушку, там, ничего. Только, да этот, не полный даже. Я не знаю. Один файл. Там вообще, там сумасшедший офицер, потом сумасшедший доктор есть. Это нет, нет, нет. Только он написал. Сумасшедший офицер. Да. Офицер. Я мысленно догадываюсь, что он хочет сделать, но пока мы заново не связались. Это у него большая тема созревает. По военному делу. Когда он пробудился, и что здесь есть, тут я ему в помощь. И хотел узнать твое мнение. Почему он запросил такой? Никогда этого не было. Ну, потому что там очень ярко вообще описано состояние человека, который, ну, пережил это все, и уже ему как будто и поздно он пытается как бы раскаяться, но он уже дошел до точки, в конце он покончил с собой просто. Да, перерезал горло. Да. Я прослушал. Твоя начинка мне подходит, но он именно просит меня. Я сейчас пока не берусь, я должен хотя бы примерно узнать, какими материалами он будет пользоваться. это о войне, то я говорю, любите врагов ваших. У меня большой материал в Крисном православии в книге. Да. Если он с одним соединит, то это будет очень здорово. Но тогда надо взять его, где он говорит отдельно о войне, как он людей к присяге приводил, как он обманывал людей. Вот это еще где-то было? Ну, вот это в самом начале почти, он об этом рассказывает все. Ну, вот такое. Да. Хотел узнать твое мнение. Почему он такой запрос сделал? Мысли какие у тебя? Ну, все-таки, если, видимо, хочет, как бы материал от вас выставить, то, соответственно, нужен, может быть, и ваш голос, а не мой какой-то. Поэтому он хочет, чтобы ваш голос там звучал при начатке этого материала, как вы сказали. Может быть? И спросит-то как? Смотри. Господь так хочет. Я так боюсь даже сказать. Это ему откровение какое-то было? Да, я тоже боюсь так сказать. Сказать даже так. Это ночью. А оно, мне кажется, ну, только-только было выставить. Давай-ка посмотрим. Да, сейчас, подожди-ка. Что-то тут не сразу открывается, но мы откроем все равно. Вот. Сейчас откроем и посмотри, далеко или нет. Потому что, вот, видишь, если не открывается, два раза откнул, вот это вот канал, не открывается. Это данное обновление. Не открывается, если ошибка. И вот она, сразу выскочила. Ну, ошибка так. Теперь смотри, где она будет. Ну, тут где замки, тут ничего нет. Так, ниже туда. Я видел, там где-то есть. Вот это, вот она. Вот это вот? Да. Вот это, да? Я вчера только выставил его. Ну да, 12 часов назад. Сейчас я посмотрю, сколько. Ну да, раз два с половиной, и здесь два с половиной. Это я вчера его выставил. 12 часов назад написано, выставили. 12 ровно. Ну тут все, я почти считаю. Никита Колесников. Я тебе указываю. Ты это обнаружил. Так, ну а мысли, давай подумаем, почему он решил занять ролик составить на эту тему. Тема эта всегда была актуальна у православных-то. Я думаю, этим материалом, который там есть, тот, кто за войну, Смирнов, Дмитрий, он не попросит против его. А этот, который человек, это поцепист. Человек, который в прямом смысле понимает, не убей, и никакой клятвы давать нельзя, и прочее. Видимо, Сергею Господь положил это на... Если так, то и так Господь хочет. У меня все. Благодарю за внимание. Так, посмотри внимательно, что тебе... Хотелось бы взять мое, чтобы у тебя там оно было. Вокруг все осмотри. Если не тяжело мне, я это сделаю. Внимательно. Может быть, у вас там была вот как бы сделана как бы книжка такая, чистая? Да. Ну, пустая, для дневника, для записи просто. Я тебе давал такое? Давали. Но у меня уже там оно исписано. Ну, надо переплистили. У меня кончились, они есть только одна осталась. Еще нет. Я могу из таких листов, но это уже вопрос другой. Никак. Я их переплел 3000 книг. Много очень. Очень. Это даже выставлено. Огромный, вручную, и притом сидел. И все это Господь через людей, нуждающихся, меня подбивал, подбивал, работал. Тут еще раз погляди, именно, может, что-то как-то где-то. Насчет кошек я тебе сказал, у Алеши не одна кошка. Без хвостов только. Чтобы ты взял, на ночь она у тебя начала хозяйничать. Заранее приготовить маленько что-то поесть. Володя все сделает и поможет. Скажи Володе, что мы побеседовали, под запись, я сегодня постараюсь это выставить. Володя просчитает. Скажи, никаких конфликтов, никаких недоразумений между нами нет. Мы открыто молимся. Книги вы там все есть. Вот. если бы ты был, когда надо считать, никого нет. Твое чтение мне понравилось. Но ты не чтец. Если бы в чтеца был епископ рукоположил, тем ты бы в храме мог считать златоуста. Вот. Я не считал до тех пор, пока не был рукоположен. У нас только часы чесает. Но я тебе не скрываю, что твоя насчитка мне нравится. И с выражением, и что со мной сравнивает беззубый. У меня она самая просто проста и доступна, без всяких там изысков. А ты звук издавал, стучал, когда офицера был, там бум-бум. Нет, эффекта я не додумался добавлять. А я подумал, что, то ли тазик взял, закрыл одеялом и колотит по нему. Ну, может, там на стуле шоркался, или, может, руку там на стол, локоть и локти положил. Нет, нет, это прямо бум-бум-бум. Пройдет маленькое время, бум-бум-бум. Знаете, может быть, и стучал. Вот это я не помню, честно говоря. Я-то тоже иногда издавал звуки, когда неправильно что-то есть, так, если еще нету, зайти на склад, у меня там, можно, как говорится, батальон одеть военное, что мне летное училище, я вел занятия, дали они 70 шинелей, 70 кителей. Ну, они какие-то, то ли мелкорослые, все маленькие, но можно что-то расширить или как. У меня больше ничего нету. Все? Все. Во славу Божию. Слава Христу. Батарейка там путь не села.